Привет, друзья! Вот посмотрите, какая прелесть. Танцует там, вот обратите внимание, слева там, за девушкой с гитарой. Видите, танцует. И на гитаре играет девушка. Хорошие такие образы, с душой, как говорится, сделанные. Но дело не в картине, а дело в том, что я веду Школу Человек Будущего, Homo Futurus. И одновременно же я там и ведущий на канале Право ТВ по медицине и психологии. И речь идёт о том, чтобы сейчас и кадры воспитывать так, чтобы человечность в них развивать. Потому что система подготовки и продвижения кадров, и выбор депутатов, там всё происходит немножко по другой схеме. Но главное быть человеком. Потому что в обычном смысле там вот на этом уровне, где человека куда-то продвигают, даже очень хорошего. Да. Ну там уже начинают работать другие схемы на другом уровне. И начальник выбирает там в продвижении своего подчинённого за личную преданность, за ответственность в решении порученных задач. Но нам надо сделать так, чтобы человека продвигали наверх, потому что он потом становится управляющим нами. По человеческим качествам. А эти человеческие качества – это и сопереживание, и сострадание, и чувство бесценности живого, и способность к открытому, неконкурентному диалогу, когда все вместе хотят решить волнующую всех задачу. Это очень сложный вопрос. И наша школа «Человек будущего» предназначена для развития этих качеств, сейчас начиная даже со школ. Потому что вот та жизнь, которая у нас сейчас есть, где всё на нас вот так вот валится, как раз таки потому и получилось, что в школе нас никогда не обучали, что надо быть человеком. Технологий такой не было, просто об этом говорили, это декларировали, и все понимают, что надо быть человеком, но никто до конца не знает, что это означает. Но то, что надо быть человеком, знает каждый. Я почему-то мы комара-беспилотника выпустил, такого комара, который проникает как беспилотника среди всех каналов, чтобы наш канал не зарубили. Потому что я отдаю уникальные приёмы, уникальные контенты, чтобы защитить мир, защитить человечество от нашествия как раз таки варваров. Варваров, которые разрушают мир и разрушают человечность во имя своей выгоды. Потому что там наверху установятся именно циники, именно те, которые думают, если ты умный, где твои деньги. Но это совсем не путь для развития цивилизации. И вот цивилизация, попав в неизвестность, в неопределённость уже который раз, так было уже много раз, когда люди переходили на освоение новых видов энергии, от механической до атомной, до ядерной. Точки бифуркации в развитии цивилизации, неопределённости. И там вот Чискен Михаи, уважаемый мною психолог, венгр по происхождению, профессор, работающий в Америке, автор теории потока. Смотрите, пожалуйста, в интернете Михаи Чискен Михаи о потоке. Там он выступает в кожаной курточке, делает прекрасный доклад, что в ситуации выживания, которая была вот после Второй мировой войны, люди сначала опирались на что? Они искали точки опоры, они опирались там, ну и секты появлялись, и опирались на какие-то космогонические теории, да, на всевозможные. А потом, когда они переходили на стадию жизни, когда они уже не думали так беспокойно о том, как завтра, где взять хлеб, стали жить, тогда у них открывается энергия для того, чтобы созидать, творить, развиваться. Посмотрите, посмотрите в интернете, я специально делаю этот выпуск для того, чтобы все обратили внимание на ту психологию и философию людей, которые там из 30%, которые уже стали выживать, считают себя счастливыми. Они обрели смысл жизни, и в чем именно они обрели? Посмотрите, он там интересно рассказывает. И вот я вам хочу сказать, друзья, что у нас школа – это человек будущего, это окно в будущее. Я хотел, и для этого мы и делали это все, и для этого там и комменты пишем, чтобы делиться, чтобы делиться и в своих группах, и раскидывать этот видеоматериал, который я даю часто с уникальными приемами против стресса, для развития творческих качеств. Делитесь в группах своих, чтобы больше у нас подписчиков было, потому что законы Ютуба таковы, чем больше подписчиков, тем больше этот материал показывается всем. Да, кнопку нажимайте, подписывайтесь, делитесь в группах своих, передавайте материалы. Я не боюсь отдавать уникальный контент авторский, потому что чем больше и шире люди их знают, эти материалы, тем больше безопасности, потому что не появятся еще какие-то отдельные люди, которые будут это монополизировать, называть другими названиями эти приемы и материалы, и давать от себя, и манипулировать людьми. Поэтому знание, оно так устроено, чем более люди образованы, тем меньше нами манипулируют. И вот сейчас я хочу сказать главное. Самосознание у человека. Самосознание развивается в моменте соединения, соединения обычного состояния бодрствования с состоянием сна. Это и есть такое промежуточное нулевое состояние между сном и бодрствованием, которое вы часто испытываете сами, когда вы, например, спите, но вас мучает какой-то вопрос, и вы его пытаетесь и во сне решать, и сны происходят, и какой-то момент там возникает состояние безвремени, бесконечности, и где картина целиком вами воспринимается, когда вдруг сходятся пазлы, которые раньше, казалось бы, совершенно друг к другу не имели никакого отношения. То есть получается, что человек становится человеком с развитием самосознания. Самосознание – это когда он начинает соединять свои бессознательные моменты со своим разумом. Вот если коротко сформулировать, получается, когда вы думаете, размышляете во сне. Это очень интересное событие. Вы часто потом там испытываете некие озарения. Озарения. По заказу вот этого вопроса, который вы сами себе задаете, или о котором вы непрестанно думаете, да вплоть до того, как завтра хлеб купить. И вот вы, когда засыпаете, засыпаете, и спите, и вдруг там разворачиваются эти инсайты, вдруг вы начинаете понимать, что надо и как сделать. Это очень интересное событие. И там развивается при взаимодействии вашего бессознательного и сознания развивается именно то, о чём я говорю, самосознание. Роботы не умеют делать открытия. Они могут только повторить, вычислять и так далее. И поэтому наша школа человек будущего – это противовес, это как раз-таки защита. Нас и мы как раз-таки в школе «Человек будущего хомо-футура» заняты тем, знаете вы это или не знаете, но сейчас я сформулирую, мы заняты тем, чтобы поставить заслон безобразия, заслон расчеловечивания. А для этого как раз-таки надо уметь управлять энергией стресса, этого мощнейшего внутреннего потенциала, и управлять энергией как раз-таки сна, этого мощнейшего ресурса, с помощью которого мы делаем озарение. По заказу получается. Это же важный момент, озарение. Это же иногда бывает спонтанно, а вы тут по заказу. Об этом мы будем делать вебинар. Через несколько дней я сделаю объявление. Да, и что я ещё хочу сказать. Вот я там создал райскую группу, куда заходят люди только после того, как у нас будет короткая выяснительная беседа, зачем это нужно. Да, и только потом мы туда включаем человека в райскую группу, потому что там игра в Бога, то есть игра в Созидателя, игра в Творца, как снять у себя страхи, комплексы, стереотипы, и быстрее двигаться в выбранном тобой направлении к достижении результатов. Это своеобразный такой коуч или сопровождение, психологическое человека, который действительно хочет добиться какой-то цели, открыть себе новые качества и способности, добиться каких-то результатов, измеримых результатов, которые он бы и без меня добился, конечно, раз он стремится это сделать. Безусловно. Но здесь быстрее. Потому что я ему покажу путь, где меньше он набьет шишек, потому что я же старший, потому что я таким, как вы уже были, а вы таким, как я еще не были. И покажу те ошибки, которые могут быть на пути к достижению цели. Это райская группа. А теперь я понял, что нам нужно избавиться от ситуации, которая нам постоянно заслоняет нашу основную работу в Школе Человека Будущего. Там должны быть молодые в основном, которые ищущие, которые хотят чего-то добиться в жизни, встать на ноги. И, как говорится, зная Божий промысл, зная путь, ты легче к нему двигаешься, правильно? Чем когда ты не знаешь, куда ты идешь. А там мы показываем приемы самоидентификации, чтобы понять, чего я хочу, как этого быстрее достичь, как быстрее получить результаты и так далее. Но у нас постоянно происходит то, что когда мы проводим бесплатные ликбезы, куда тоже надо записаться, с зумом выходить, я тоже делаю объявления и так далее. Это же мощная школа. Ну, что здесь получается? То, что предназначено для развития, вдруг заслоняется тем, что выходят люди со своими болезнями. А мы не клиника. Мы не клиника. Ни в коем случае не клиника, и не занимаемся лечением. Но тут выходят люди со страхами. Или у кого-то ножка болит. Или человек, которому много-много лет, и он хочет спинку себе поправить. Для этого я сделаю группу сейчас отдельную. Отдельную группу, чтобы туда все заходили со страхами, с болезнями, потому что у меня этот ключ не для лечения болезней, но это прекрасное общее укрепляющее средство, которое на самом деле при любом адресном лечении, при любых таблетках, массаже, да и при любом методе, который вы применяете, будь то медитация, альфа-состояние, сильваметод, метод Шапира, метод Стрельникова, метод Бутейко, повышает их эффективность. Да, это получается комплексный подход. Я сделаю эту группу, и поэтому мы теперь более свободно будем двигаться дальше, потому что со всеми людьми, которые приходят за помощью, я и так помогаю в Скайпе, бесплатная помощь, пять минут, там мне обращаются, я постоянно только этим занят, я даю советы. А там в группе войдете, я бью завтра, послезавтра, да, и все, кому нужно укрепить свое здоровье. Но еще раз повторяю, это не лечение. Просто метод Ключи утвержден Минздравом СССР в 87-м году для профилактики стресса, для снижения утомляемости, для оптимизации процессов обучения и тренировки, любой программе обучения и тренировки, хоть школе, хоть штангиста, хоть шахматиста, для оптимизации этих процессов. И, конечно, для освобождения от невротических нарушений, каких-то вредных зависимостей, привычек и психосоматики. Поэтому, друзья, я сделаю эту группу, и тогда мы быстрее будем развиваться вперед. А вы делитесь, потому что я стараюсь вам помогать, и вы старайтесь школе помогать, не мне, у меня все есть, я уже взрослый человек. Итак, еще раз посмотрите на картины, мы тогда быстрее пробьемся к этому, к нашему естественному будущему, человеческому, когда можем петь, смеяться, танцевать, рисовать, создавать произведения, новые научные открытия. Да, друзья, я вас всех обнимаю. Я надеюсь, вы меня понимаете. До встречи, друзья. В следующем ролике я покажу новый прием и скажу, когда будет объявление. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова